Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Выражаю лучезарное приветствие всем хиканам и поневоле оставшимся в одиночестве. Ребята, я в этом шарю. На самом деле я помню, что лет с 13 был абсолютно одержим мыслью, что мне нужно жить одному, мне нужно съехать от родителей. И в итоге эта моя одержимость привела, что лет, наверное, с 17-18 я уже жил самостоятельно. И последние полгода я провел не просто один, а я жил еще на хуевом отшибе цивилизации, откуда до города было полчаса пешком с горы. Ну или на машине, но тем не менее, короче, поняли. Определенный опыт у меня в этом есть. Я от разного настрадался, много выводов сделал. Сейчас буду с вами ими делиться. Выделил и написал на бумажке 5 пунктов по успешному выживанию в одиночестве. Здрасте, вы на канале Сейна. Начну с того, что это лучше уметь. И даже не просто жить одному, а в принципе одному находиться. Если вы, когда вот остаетесь предоставленными себе, чувствуете какую-то потерянность, неполноценность, не знаете, куда себя приткнуть, то это не очень круто. И эту информацию я подтверждал у психолога. Если вам самим-сабим нормально, то это вот правильно. А если вы ищете постоянно, куда спрятаться, куда приткнуться, и вы хотите быть лишь бы с кем, но не одному, то это плохо. И, собственно, подобная уязвимость, она в итоге подталкивает вас к совершению неправильных поступков, неправильным людям, там, абьюзивным отношениям и всему остальному, потому что для вас вот что угодно лучше, чем одному. Это не очень клево, поэтому советую вам в какой-то момент все-таки одним остаться и провести тот самый внутренний диалог, которого вы боитесь. Это не так уж страшно. Если страшный пиздец, опять же, идите к психологу. Но ровно в этом же пункте я себя опровергну, потому что в моем случае вот эта вот жизнь одному была очень опрометчивым решением. Для меня это был пиздец, какой тяжелый момент морально. У меня происходила куча всяких ужасающих событий в жизни, именно, знаете, таких, которые вот, ну, ну вот какие бы еще у меня события в жизни не произошли, эти в любом случае останутся одними из самых пиздецовых. Вот настолько. И я додумался в момент этих событий, оставшись вообще без своего круга общения, вообще без друзей в новой стране, и в момент колоссального пиздеца поселиться вдалеке от всех остальных людей и не пытаться это исправить. Я, наоборот, такой, да, да, мне же нужно уметь находиться одному с самим собой. А то, что у меня сейчас в голове полный пиздец происходит, и меня, наоборот, это сжирает, и я с ума схожу один, я как-то не до хуя догадывался. Я это понял, потому что у меня в итоге вот затяжной депрессивный эпизод с самого начала войны, он закончился к моменту, как я переехал в коммуналку. Я просто начал жить не один и потихоньку начал возвращаться к жизни от этого. Поэтому в одном пункте сразу два утверждения. Во-первых, хорошо, чтобы вы это умели, и вам самим собой было именно интересно. Вы знали, чем заняться, о чем подумать, на чем сосредоточить внимание и так далее. Но, во-вторых, если у вас тяжелый жизненный этап, нормально нуждаться в поддержке. И нормально, если там вот, ну, реально, вы хуево себя чувствуете, даже пожить у друга, просто для того, чтобы заручиться его моральной поддержкой. Это большой вывод, который я сделал. И если вам в какие-то моменты с собой невыносимо, не усугубляйте. У вас это состояние, ну, в смысле, оно не то, что не пройдет, оно, может, пройдет, но просто переживать вы его таким образом будете гораздо-гораздо хуже. И говоря о том, чтобы жить с кем-то, вот этот вот момент, что я начал жить в коммуналке, он у меня получился почти случайно, потому что я реально не хотел. Я реально думал, что мне вот первостепенно одному жить, я же там ролики записываю, и там вообще мое, блядь, драгоценное жизненное пространство, и все такое. На самом деле ничего подобного. И вот я не дохуя богатый, призываю всех это исправить и подписаться на мой бусте, но, короче, мне не сказать, что прям очень хватает на жизнь в моем нынешнем городе или хватало на предыдущий. И сейчас, после этого коммуналочного опыта, я понимаю, что жить не с кем-то близким и, по сути, с чужим человеком, но зато ближе к центру и с лучшими удобствами, это гораздо лучше, чем так же жить, но при этом в хуевой перде, с менее хорошими удобствами, но зато одному, вот в гордом одиночестве. Реально для меня это вопрос теперь решенный, я сколько угодно буду соглашаться на коммуналке, но зато в центре или ближе к центру, и зато в нормальном помещении. Всем вам рекомендую то же самое, ребят, реально. Если к тому же у вас так еще от этого вы решаете остаться в своем маленьком городе или переехать в большой, вот серьезно, переезжайте в большой, живите в коммуналках, учитесь коммуницировать с другими людьми, вы когда-то будете ссориться, но вы будете ссориться, чтобы потом мириться, вы будете терпеть какие-то неудобства, но чтобы потом перестать их терпеть, это гораздо лучше, чем остаться там у мамы в Симферополе, зато, блядь, вот тебя кормить будут там, и вот все такое. Ребят, это не такие неудобства, чтобы их не пережить, и тем более вы очень много социальных выводов сделаете. Опять же, если вы не можете ни с кем ужиться, ну, дело в вас. Второй пункт, это не дичайте. То, что я замечал за собой прям жестко, это вот если я несколько дней, а у меня это и неделями длилась, выбираюсь из дома максимум в магазин, и вот там разговариваю с кассиром, курьером, и все остальные контакты у меня только в онлайне. Я реально после этого как-то себя странно чувствую в обычной жизни. Вот, недельку дома прям посидел, и у меня, в принципе, раньше так нормально в голове работало, типа, я большую часть недели вообще не смотрю, какие там дни недели, кто солнце встало, село, похуй. Я ложусь в 8 утра, встаю в 6 вечера, меня единственное, что интересовало в тот момент жизни, это время, когда я стримлю. И все остальное, в принципе, похуй. Зачем мне, в принципе, время, если я видеоблогер? И вот после такой недельки в заперти, я выбираюсь куда-то в бар, и первый час-полтора разговора, даже со знакомыми мне людьми, у меня ощущение реально Робинзона с острова, что они со мной разговаривают, а я как-то, а мне как-то неуютно, непонятно, и диалог как-то не так хорошо идет, я говорю что-то не в попад. Короче, жесткое ощущение, что я реально слишком давно не был во внешнем мире, я отвык, и лично мне это жестко мешает потом наслаждаться этим самым реальным миром, там вот, ну, сейчас, когда я в регулярном общении с кучей людей, я заранее заготовлен, я там, приходя в бар, я все уже привет, чок, где, готов вписаться сразу в 10 диалогов, и это мой вечер, я могу им насладиться, потому что это мой обычный вечер. Если вы сокращаете социальную активность до того, что она прям редкая, и вы ее как бы прям ждете, вы таким образом возлагаете на вот условно обычную встречу с друзьями как бы слишком много ожиданий, из-за этого как будто еще обиднее, когда с ней что-то идет не так, кто-то там не успел, ты сам опоздал, что-нибудь просто не по плану пошло, так цена ошибки, и цена всего многократно возрастает из-за того, что это ваш единственный выход за неделю, и у вас ваши лучшие годы проходят в заперти дома, но я к этому потом уже вернусь, у меня отдельно в пункте в моем блокнотике записано гипноз домоседства, что это такое? Тоже к вопросу о том, умеете вы или не умеете находиться самим собой, я это уже где-то в видосах упоминал, но если вы постоянно смотрите YouTube, потом слушаете музыку, потом с кем-то переписываетесь, потом смотрите TikTok, потом делаете себе еду, тоже что-то смотрите, а потом ложитесь спать и включаете себе что-то на фон, чтобы с этим уснуть, это вы не с самим собой, если что, это вы как бы замыливаете себе сознание, вот кормите свое клиповое мышление, СДВГ и там все остальные вещи, которые помогают вам бесконечно залипать и никогда не отрываться, и постоянно находиться в этом потоке веселых картинок, вот это все, оно, во-первых, не позволяет вам действительно с собой побыть, и если у вас есть какие-то затыки, которые вот как раз не позволяют вам быть с собой, это хуйня их не пропустит, вы будете так вечно там вот крутить что-то, бесконечно что-то слушать, что-то посматривать в полуха и в полглаза, но в действительности находиться с собой вы не будете, в части случаев вы даже отдыхать не будете, потому что это тоже определенная там нагрузка на мозг, нервную систему и все остальное, если вы там после того, как долго сидели за компом, играли в доту, идете тоже там вот сидя смотреть какой-нибудь кенище или какой-нибудь сериал или в тиктоке залипать, то, ребят, реально одна херня, вот компьютерные игры и тикток это не смена вида деятельности, вы занимаетесь тем же самым, я это не к тому, что стоит бросить вообще играть в компьютерные игры, хотя меня иногда самого тянет, или бросить самому смотреть тикток, или вообще вот все вот это вот бросить, нет, просто вы учитываете, что эти фишки, они созданы для гипноза, то есть как и алкоголь, там круто, действительно в какой-то момент, когда вот ты жестко заебанный, собраться с друзьями и вот реально вы там расслабившись от алкоголя, вы действительно потеряете как бы вот часть той скованности и он при правильном использовании может помочь вам клево провести вечер, знаете, я там вот в последнее время я чаще всего пью гастрономически, там вот бокал вина с едой или знаете, в мексиканских рестах есть сангрита, когда пол бокала это текила, а вторая половина это соус томатный, и вот ты это выпиваешь с аперитивом, ты не то что пьянеешь, у тебя так чуть-чуть розовеют щечки, но от этого и беседа льется лучше, и еда заходит как-то иначе, и тоже вот сама ритуальность алкоголя классно, но при этом вы прекрасно знаете, что такое алкоголизм, когда вот эту вот функцию, ее превращают в лайфстайл, то есть с помощью вот этой вот штуки, которая должна тебя расслабить, с помощью нее стирают реальность, которая тебя не устраивает, то же самое вы можете делать вот с ютубчиком, если вы прям сейчас используете мой ролик вот для этих целей, все равно поставьте лайк, и блять, посмотрите до конца, если вы решите менять свою жизнь, и испортите мне этим статистику, не надо, просто не надо, и как раз по-моему настоящее одичание происходит именно из-за вот этого гипноза хиканского, который вот вечно вас держит, 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 и после этого, когда вам нужно вот выйти куда-то в свет, вы же там не можете смотреть ютуб и залипать в доту, вам приходится общаться с нормальными людьми, а нормальные люди не разговаривают на скорости 2, а ждут ваших ответов каких-то вообще на их предложения, поэтому какой мой рецепт по итогу этого, я рекомендую выход из дома минимум раз в 3 дня, опять же, вы не умрете, если этого не сделаете, но по моим расчетам, вот 3 дня в одиночестве дома, на третий день вы уже одичалый, все, окончательно вы Робинзон на острове, который с трудом связывает слова в предложение, и ему хочется до живого человека дотронуться пальцем, потому что он слишком давно их не видел, не рекомендую. Маленькое уточнение, есть момент выхода из дома просто на улицу, и есть момент пообщаться с другими людьми. Я рекомендую общаться с другими людьми минимум раз в 3 дня с живыми из плоти и крови стоящими напротив вас, а выходить из дома вообще в идеале каждый день. Я понимаю, что у вас там может быть полный пиздец с погодой в вашем городе, но у меня есть вот отличный ролик «Как пережить зиму», и там я как раз упоминаю схожие вещи, что, ребят, выбираться из дома лучше как можно чаще. Даже выход на холодную улицу это все равно живая улица, с которой вы, там, ваши предки когда-то слезли с деревьев и ходили, и вам нужна эта улица. В идеале каждый день, и в идеале раз в 3 дня общаться с людьми. Но вы даже слышите, как ебнуто это звучит, вот, не общаться с людьми хотя бы раз в 3 дня. Ребят, раньше я такой, блядь, 3 дня, а работать когда? Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Альфа-банк лучший мобильный банк. Третий пункт это введите план. И вот моя доска. Сейчас я на ней зачеркну то, что сделал за последние вроде дня полтора. И вот я вычеркнул часть пунктов. У меня это довольно специфическая схема, потому что я пишу это типа себе как бы на неделю, но обновляю его раз в 3-4 дня. То есть я регулярно вычеркиваю задачи, но какие-то из них кочуют из списка в список, потому что они у меня вот специфическим образом накапливаются. Хорошая ли эта система? Ну откровенно не очень, но она мне нравится. И в этом основная часть моего совета, что найдите способ организации своей жизни, который реально нравится именно вам. Потому что мне вот ну некомфортно на телефоне вести задачи. У меня пиздец какая неудобная эта доска, у меня на нее не влезает ничего, я периодически прикладываю усилия, чтобы понять, что я написал там неделю назад, а иногда что я имел в виду, особенно если пункт там пару раз кочевал, я его переписывал, и пункт при этом называется видеохуйня. Что я имел в виду? Какая? Но мне капец как нравится вот именно черным маркером это как-то писать, каждый раз по-новому расписывать и раскладывать свои пункты, и после этого красным маркером зачеркивать. Мне это приносит удовольствие. Кому-то приносит удовольствие заплатить много денег за очень крутое приложение там со всеми виджетами, которое тебе как-то по-своему пометит планы и т.д. Кому-то прикольно вести ежедневник, у меня вот, я помню, моя маман, она меняла ежедневник за ежедневником, у нее прям реально каждая страница исписана, ей так было удобней. Вот, ребят, ничего страшного, если вам не подходит мой или не подходит чей-то еще, ищите свой. К планированию жизни неизбежно надо прийти, держать процессы в голове, это бессмысленная ответственность и бессмысленный стресс каждый раз, когда вы что-то забываете. Вы не должны помнить всю свою неделю, особенно если у вас есть в ней дела. К тому же, что подобным образом вы можете как бы здраво распределять нагрузку, особенно если вы вот, вот вы, допустим, как я фрилансер, или просто у вас есть свои задачи, как бы за выполнение которых отвечаете только вы. И в первую очередь, чем вы рискуете, это вот с самоосуждением в конце дня, что вы ничего не делаете. С такой штукой вы можете прекрасно понимать, что именно вы сделали за сегодня, и там условно, вот если за день у вас три каких-то зачеркивания есть, то вы себя спокойно чувствуете. Но у этого также есть обратная сторона, что сюда, понятно, там не входят какие-то пункты, на которые я, однако же, трачу время, потому что все равно есть какие-то бытовые задачи, и там постирать одежду, я туда писать не буду, потому что не влезает. Но, тем не менее, время я на это трачу, и потом, когда я не зачеркиваю пункты, и вот я весь день там что-то стирал, убирался, вот что-нибудь еще делал, что не занес, и пункты не вычеркнул, и чувствую себя хуевый из-за этого, и все, блядь, ничего я не сделал, получается, система дала сбой, дамба дала течь. Поэтому, другой вам совет, планируйте отдых. Если вы чувствуете, что вы вот склонны к выгоранию, и вы живете в ритме «я херачу, как ломовая лошадь, я работаю на свое будущее, я там учусь в поте лица, или что-то еще», и вы выгораете, у вас ощущение, что вы бессмысленно работаете, это из-за нехватки отдыха, и вам, значит, нужно этот отдых планировать. Реально, запишите себе удовольствие, которое вам нужны, там, не знаю, купить новые кроссовки, встретиться с таким-то другом, с таким-то другом, и т.д., вот, потому что, и тоже потом погордитесь, что вы это зачеркнули, если вам этого не хватает. Потому что вот это достигаторство, продуктивность и план 45 задач в минуту, который ты должен выполнять, это ровно такое же зло, как прокрастинаторство и лень. Ничем не лучше. Четвертое, это, наверное, самое бытовое, запасайте еду. Во-первых, отдельно по поводу готовки. Если вы вот вообще ничего сами не можете приготовить, там, кроме самой базовой яичницы, ребят, лох, лох смотрит это видео, получается, если так, еще не поздно научиться. Если у вас просто никогда не получалось готовить, блядь, вот попробуйте хоть раз приготовить прям по рецепту. Вот реально купить все, что надо и сделать прям все, что надо, не проебавшись. Есть куча фудблогеров, которые прям вот в мельчайших подробностях показывают, как все сделать и не замахиваетесь на что-то большое. Вы, в принципе, можете распределить условно виды еды, которые вам нужно приготовить на, допустим, гарнир, там, макароны, рис, кускус, крупа, что угодно, да, вот гарнирное. Основное это мясо или какие-нибудь овощное рагу, если вы вегетарианец, или какой-то еще прикол, ну, вот, как бы дополнение к гарниру, которое имеет другой вкус. И третье, это обязательно овощи. Чуваки, я не шучу, у меня вот почти каждый прием пищи, в нем обязательно там треть, а иногда ближе к половину есть какие-то свежие овощи. И вот этого всего не готовьте на раз, готовьте обязательно как минимум на три. У меня даже уже начали сформировываться такие расчеты, что пол пачки макарон это 3-4 порции, в зависимости от того, насколько голодный ты в момент, когда ее съедаешь. Соответственно, теперь я каждый раз просто готовлю пол пачки макарон, они у меня отдельно лежат в одном месте, к ним, допустим, там фарш и томатная паста получаются баланьезы. Можно сделать там чешушули, это плюс-минус то же самое, но с цельными кусками мяса. В принципе, дофига всего можно, и вот если вы берете гарнир основное и овощи, у вас идеальный прием пищи, превосходный. Если вы просто ничего не знаете о правильном питании, то основные какие-то вещи узнаете там про то, что масло это хуево, много сахара это хуево, овощи это хорошо. И добавьте к этому то, что каждый раз в местах, когда вы берете какую-то еду или просто находитесь рядом с какой-то едой и есть возможность ее купить, запасите. Пусть у вас в холодильнике просто всегда будет что поесть на следующий раз. Это звучит как элементарная мысль, но серьезно, куча моих сверстников тупо не умеют есть. Я реально, сейчас по-честному вам скажу, я питаюсь периодически по два-полтора раза в день просто потому, что не успеваю, потому что с активной жизнью часто перебиваешься какой-то херней, плюс здоровье позволяет есть хуй пойми как, но, ребят, это, во-первых, не навсегда, во-вторых, просто если вы везде, вот даже вы едите в Макдональдсе, возьмите салат Цезарь на будущее, возьмите какую-нибудь еще хрень, которая вот не будет каменная, как холодный чизбургер сразу же, а просто она переживет, что вы ее подогреете вечером или подогреете на следующий день, то же самое касается вплоть до рейстиков, доставок и т.д. Вы все равно за ту же доставку платите и закажите себе поесть не на один раз, а еще и на следующий, там, заказываете пиццу, возьмите еще пасту на будущее. В том же сабвее, например, можно покупать бесконечное количество еды на лето, мне часто от жесткой жары у меня нет аппетита на что-то такое тяжелое и горячее, и я вполне нормально питаюсь салатами, и вот сабвейских салатов можно покупать реально три разных на три раза в день, потому что это реально просто нарезанные овощи, иногда мясо, которое тоже может быть не жареное и вообще подходить под любую вашу диету, но при этом с разными соусами, как бы в разной последовательности, и, ну, я вот все лето могу питаться салатами из сабвея, не считая того, что, ну, просто надоедает и хочется чего-то другое. И в случае, когда вы, во-первых, запасаете еду, во-вторых, у вас есть к ней отношение как вот к такому пазлу, это и упрощает само питание, потому что в один момент, вот, ну, ни хера не успели, ничего не осталось, и вы едите, ну, просто хер пойми что, там, типа, бутерброды, или вот это вот из серии, там, по сусекам наскребли, там, три конфеты, какие-то палочки, соломка, сыр-косичка, и просто вот вы чем-то именно перебились, там, или еще хуже, если вы, там, съели пачку чипсов и почувствовали себя охуенно сытым. В моем же случае у меня всегда есть овощи, сыр, ветчина, какие-то грибы или другие, короче, продукты, которые вот как раз функцию гарнира и разноображивания блюда могут выполнить, и таким образом я могу там просто вот выйти на улицу и взять какой-нибудь хачапури, который сам по себе, ну, по сути, джанк-фуд, то есть это хлеб с сыром, и все это, естественно, масляное, и съесть просто хачапури, ну, вообще ничего хорошего. Если вы при этом съедаете, там, треть хачапури или пол хачапури, но с грибами, овощами и т.д., у вас уже разнообразный прием пищи, и уже это не просто камень в ваш желудок, а, ну, что-то плюс-минус полноценное, там витаминчики какие-то были, что-то пожевали, и это действительно, там, ну, ваш диетолог за сердце не схватится, и условно гастроэнтеролог, там, через три года, хотя, опять же, я знаю, что у кучи моих ровесников уже пиздец, он тоже скажет, а, ладно, ничего, так неплохо сохранились. Ну и последнее, что вкину в этот пункт, чуваки, столовки, это охуенно, если у вас есть какая-то брезгливость к столовкам, выключайте, оставляйте, забывайте, да, действительно, высока вероятность, что часть блюд в этой столовке будут выглядеть, ну, прям ужасно, и прям антиаппетитно, но при этом другая часть, опять же, те же готовые нарезанные овощи, ну, просто там вот сделать салат из нарезанных овощей в масле и с порезанной зеленью, ну, у вас минут 15 уйдет, все равно, донести, достать, потупить, там, все равно, время, деньги, тут вы его купили, и он у вас просто есть, и он вам точно пригодится, если вы его поставите на видное место в холодильнике, и то же самое относится вот к другим этим штукам, которые могут оказаться в будущем частью пазла вашего здорового питания, в этом смысле котлеты это вообще ультимативный продукт, потому что готовить их долго пиздец, зато употреблять очень быстро и очень удобно, и они к любому гарниру отлично сочетаются и вписываются, бля, мог бы отдельно 40 минут пройду говорить, к следующему пункту. И последний пункт это жизнь дома не жизнь. Я прекрасно понимаю, что есть интроверты, экстраверты, у каждого опыт свой, каждый там на самом деле в Counter-Strike проживает лучшие моменты жизни, а с друзьями как-то не то, опять же, я понимаю, что у всех по-разному, я вам рассказываю то, что я вынес из своего экспириенса, и то, что я вынес, что месяцы просиженные за тем, что я вот даже чего-то достигаю, потому что в моем случае чем больше я сижу дома, тем больше я работаю, тем больше постов, тем больше роликов, тем больше просмотров, тем больше, соответственно, мои достижения, тем больше у меня получилось, тем больше я заработал, тем больше я живу. Нет. Нет, если я меньше зарабатываю, но при этом больше провожу времени вот в реальном мире, я чувствую себя лучше, я лучше помню эти моменты жизни, и вот основная вещь, которую в принципе хочется здесь заметить, почему я считаю это свое заявление правильным, это высказывание, потому что я хуево помню все, что происходило в карантине. Вот реально, я по сути в карантине провел 2 года, потому что я как раз очень в начале так подумал, что это точно для меня, охуенно, легально сидеть дома, я до этого всю жизнь старался и шел к тому, чтобы сидеть дома, меня вытаскивали на эти мероприятия, теперь все, теперь я легально могу из дома не выходить, делать оттуда свои дела, меня никто не потревожит, не побеспокоит, и я всех выебу вообще на этом ютубе, все охуенно будет. У меня действительно были успехи за это время, там условно на карантине, у меня единственный ролик в трендах вообще оказался от того, как я там ебашил, старался. Но по итогу я понимаю, что мне так дохуя всего разрушил карантин и в такое ненормальное состояние меня привел, просто пиздец. Вот сколько уже всего произошло с того момента, я только сейчас догнал, что вот это вот реально то, к чему я стремился, это вот время с собой, да, время без этих лишних тусовок, которые только отвлекают. Да, вот сколько людей ходили на эти тусовки, и что они добились, а те, кто старались, добились. Вот, блядь, ребят, без социального взаимодействия не обойдешься. Вот все эти лайфхаки с тем, что я не буду есть, я не буду спать, я не буду общаться с людьми, не работает. Херня, реально. Может, у вас работает, на личном опыте я как проверявший говорю, не работает. Вы это не запомните, вы это не проживете. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Более того, чуваки, конечно, посмотрим, как жизнь дальше сложится, но мне сейчас кажется, что даже в рамках одного города я бы с удовольствием переезжал вообще каждый год. И переезжал бы и чаще, просто это слишком геморройно. А так вот реально каждый год даже в рамках города менять просто район, это уже на самом деле так удивительно. Потому что это вот тоже, когда вы долго живете в одном и том же месте, вы выходите на улицу, а это все равно плюс-минус та же одна херня. Вы уже столько раз видели дом напротив, дом за домом, и вот все в радиусе там пяти километров рядом, вы уже столько раз прошли, что скукотища. В случае, когда вы не так давно вот в этом доме живете, вам просто свернуть в новый переулок уже какие-то новые впечатления, уже какой-то новый магаз нашли. И уже может какой-то новый барчик, может что-то еще, и вообще, а что там такое, а может подальше погуляем. О, нифига себе. И так далее. И плюс я еще пиздец фанат городов, там их устройства, архитектуры. И просто они же по-новому вашими становятся. А город не может стать вашим, если вы в него не выходите. И я мог бы подобрать еще миллиард эфемизмов, чего не может произойти, и на этом можно подобрать миллиард контр-аргументов про то, что а вот вообще-то я в онлайне. Но я это вам оставлю в комментариях. Давайте вот реально устраиваем конкурс на самое креативное оправдание, почему из дома на самом деле можно вообще никогда не выходить, и хиканы rule the world. Жду их в комментариях, а вас я жду в моем замечательном закрытом паблике ВКонтакте, в который вход 5 баксов через Патреон или 350 рублей через Бусти. Так что, товарищи, подписывайтесь на мой Бусти и Патреон. Самая топовая подписка даст вам доступ в закрытый телеграм-чат, который называется «Фокус-группа Сейна», в которую я скидываю свои ранние наработки и пробы дизайнов, видосов и всего такого. Использую его, чтобы посоветоваться с самой привилегированной частью моей аудитории. Чё я правильно-неправильно сделаю, а не хуйню ли я вот тут сотворил? Так что, если вам интересно видеть мои самые ранние наработки, часть из которых вообще даже свет не видит в итоге, то подписывайтесь на Бусти. А еще вы к этому получите доступ в закрытый паблик, в который отдельно доступ стоит 5 баксов или 350 рублей на Бусти и Патреоне, в котором куча музыки, кенища, книжек. Это все я пишу, Миша Уголь редачит, золотой материал. Ждет только вас. Вот вы после этого ролика с друзьями своими, которых два года не видели, встретитесь, они подумают, вот нихуя эрудированный. Как так вышло? А все благодаря закрытому паблику Сейна. Все. Спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, где кнопка подписки. А!